Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Центр Сангейтс, интернет-портал радио Центра Сангейтс продолжает свои программы. У нас по-прежнему среда, только время у нас немножко уже сдвинулось в сторону увеличения его, и у нас сейчас 12 часов дня в городе Чикаго. Ну, а в Москве в это время 8 часов вечера, ну и посредом у нас в это время на связи таролог с более чем 25-летним стажем, руководитель школы «Русская Таро» Сергей Савченко. Сергей, здравствуйте! Рад вас приветствовать, Михаил, и рад приветствовать радиослушателей. Да, ну, я хочу сказать о том, что после последней программы, которая у нас была, у нас в эфире был еще гость, мы задавали много вопросов Сергею, Сергей отвечал. Ну, я хочу сказать по итогам этой программы, что, да, и было прогнозы. Я не очень люблю слово, Сергей, вы меня уж простите, не очень люблю слово гадания. Гадания бывают разные, на кофейной гуще, там всякие там гадания, там гадалки, мы знаем цыгане, цыганская таро, кстати. Сейчас мы об этом поговорим, да. Но я люблю больше прогноз. И вот был интересный, это была даже позапрошлая программа, и был такой вопрос у специалиста нашего центра. Когда Рита задавала такой вопрос, у нас предстоит мероприятие, достаточно серьезное мероприятие, и, Сергей, скажите, как вы думаете, как оно пройдет, это мероприятие? И Сергей расложил свои карты и сказал, ну что, пройдет и пройдет. Ничего такого особо примечательно, успех там, ну, не то, что там вот шеломляющий, но пройдет. Но что-то, что-то омрачит это мероприятие. Что мы не знаем, вот вам, наверное, тоже будет интересно, Сергей, узнать о том, что, да, кое-чего омрачило. Ну, во-первых, сама Рита приболела, и она находилась не в самом своем, скажем так, лучшем состоянии. Да, вот, кроме этого, буквально в последний день, именно в этот день, а это мероприятие у нас прошло буквально несколько дней тому назад, в воскресенье, два человека сказали, что они не смогут прийти, именно по той же самой причине они заболели. Ну, во всем остальном, действительно, прошло сказать, что оно прошло лучше, чем предыдущее мероприятие такого же плана. Это была ярмарка, так сказать, ярмарка сознания, да, ярмарка такая эзотерическая. Там люди тоже делали рейки, там люди, ангельские карты, если по-русски говорить, angel read. Там должен был человек быть старого, как раз таки он заболел. Американцы, это было только на английском языке. Ну, вот это первое. А второе было в прошлый раз, был человек, задавал вопросы по поводу того, чем ему лучше, как бы, заниматься. Ну, потом он мне, так сказать, признался. Да, он к этому склонен, но, тем не менее, он сейчас поехал в другой город заниматься именно то, чем он занимается. А это как раз не имеет отношения, поскольку ковать бабки, так сказать, тоже надо. Поэтому он сказал, ну, это судьбоносная встреча, ее нельзя отменить, ради Бога. Но, Сергей, вы скажите вот такую вещь. Я вот уже упомянул о том, что гадания бывают разные, и есть цыганское таро. Я даже, я знаю. Вот, почему цыганское? Потому что, вот, были цыгане, и как-то у нас в головах сразу цыгане гадают. Цыганка с картами, дорога дальняя. Да. Так вот, что такое... Значит, никакого отношения к цыганам, да, к цыганам, да, к цыганам никакого отношения не имеет. Это некая легенда. Легенд второго много. Например, легенда, что его принесли инопланетяне, что оно возникло в Египте, что оно возникло там в Атлантиде, еще какие-то. И вот точно так же легенда, что его сделали цыгане. Цыгане появились в Европе через сто лет после того, как там появилась вторая. То есть, никакой связи. Почему оно так называется? Ну, можно об этом долго говорить. Суть такая. Вот есть часть Европы, богемия называется. Богемская террория. И вот как-то так считается, что там жили цыгане. То есть, цыгане и богема, богема, да, то есть, производные от этого слова, кстати, театральная богема, художественная богема. Это вот как раз от слова богемия производят. От такой беспорядочной, какой-то бестолковой цыганской жизни. И вот была выпущена книга по пёсам, которая называлась «Богемская террория». А ее перевели как «Цыганская террория». И это еще больше укрепило эту легенду. Но реально цыгане и террория жили свои отдельными жизнями. Цыгане не были связаны с гаданием. То есть, они гаданием на картах стали промышлять. Насколько я знаю, я далеко не все здесь знаю. Это уже 19 век. То есть, когда террория уже сформировалась. Но они работали с обычными игральными картами. Ну, а уже потом, когда эта придумка зажила в своей собственной жизнью, появилась и «Цыганская колода», по-моему. Не буду так это сделать. Да, несколько, по-моему, даже. И «Багванд» сделал «Цыганская террория» там свое. И еще там какие-то были. В 60-х или 70-х было еще сделано «Цыганская террория». Ну, это миф. Это просто... Понятно. То есть, профанация, так сказать, это... Да? Скажите, я... У меня есть книга такая. Она называется «Магическое террор». Вот. Ну, вы как-то... Не хочу много. Да, вы упоминали. Вот. Магическое. И особенно вот... Ну, у меня лично есть книга «Верта». Тоже, кстати, 19-й... Да, 19-й век. Он упоминает... Нет, уже 20-й. 20-й уже? Нет, на пороге 19-го и 20-го, по-моему. Да. Ну, он выпустил несколько редакций, но книгу, если я опять-таки ничего не путаю, она вышла все-таки уже в 20-е годы. А, это да. Но я могу врать. Я сейчас... Да. Книга-то вышла, да. Намного позднее. Он просто стал этим заниматься. Так вот, ну, так сказать, больше интересует... Вот... Ну, не то, что больше интересует, но есть такое понятие магическое. Она называется «Таро-мага». Да, «Таро-мага». Маленький нюанс. Маленький нюанс, а видите, меняет всю картину. Хотя, в общем-то, речь идет для меня, речь идет, скажем, там, о магии. И вот вы несколько раз, когда мы беседовали, упоминали, оказывается, что вот магия используется. Скажите, как это может магия использоваться именно «Таро-мага»? Ну, есть много вариантов, много способов, как можно использовать карты. Самый первый – это анализ. А также, как вы приходите в больницу, и вам делают анализы, там, вы сдаете кровь, вы сдаете всякие разные там другие жидкости свои, чтобы сделать анализ, что происходит внутри вашего организма. Точно так же вы приходите, говорите, у меня порча, у меня там то, у меня злые демоны меня одолевают. Мы раскладываем карты и смотрим, действительно ли вас одолевают злые демоны, или вы просто не проспались после вчерашнего и немножечко болидовало. Это первый момент. Второй момент – карты показывают эту проблему. И, ну, если ты хорошо знаешь карты, то очень точно можно понять, что именно происходит. Демоны или еще там, какие-то негативные энергии там, или как это будет выглядеть. Второй момент – карты, с помощью карт можно найти лечение проблемы. То есть, мы сделали анализы, теперь мы говорим, да, давай теперь разложим, что, как мы можем эту проблему решить, как мы можем устранить это негативное влияние. Часто это не связано с магией. По крайней мере, в бытовом ее представлении, как ее видят. Надо сделать то-то и то-то, надо сделать энергетические упражнения, надо просто отдохнуть, и оно там все успокоится. Вот, иногда это связано именно с магическими действиями. И карты могут подсказать, и вид магии, и особенности проведения магии, и когда, и кто. Я помню ситуацию, когда ко мне пришел человек, который меня хорошо знал, знал, что я занимаюсь магией, и он говорит, у меня проблема. У меня там конкуренты сделали магию, чтобы у меня не шли дела. Мы посмотрели, да, действительно, так оно и есть. Дела не идут. То есть, одно дело, когда ты дурачок, это понятно. Второе дело, когда вроде ты все делаешь правильно, но дела просто не идут. Да, действительно, это была негативная магия. Говорит, ну, сними, я начинаю смотреть, и говорю, я не могу тебе помочь. Здесь четко указано, что это должна делать женщина. Я даже не пытаюсь понять, почему это так. То есть, вот оно так выпало, я ему сказал. Он говорит, ну, хорошо, я понял. И он пошел искать женщину. Да, которая ему помогла. Видите, шер-шер-э-фам, везде, во все века. Ищите женщину. Женщин ничего не получится. Сергей, ну, у меня параллельно тогда к вам вопрос такой. То есть, как бы, вы не только смотрите ситуацию, и вы, ну, гадаете или прогнозируете, но вы так... Второе, это моя вторая специальность. Первое, это у меня как раз магия была. Я это начал с магии. Серьезно? Да, я начал с магии. Я активно занимался много лет магией. И уже потом к этому присоединилась сторон. Ну, так это еще лучше, мне кажется. То есть, с двух сторон, так сказать, вы смотрите на эту проблему, да? Это вот так. Ну, дело в том, что далеко не всегда магию надо использовать. Это очень сильно действующее средство. Вот. Потом, каждая карта, с которой мы имеем дело, это указание на некую магическую технику. На магический инструмент. Вот тринадцатая карта, допустим, карта смерти. Но у нее есть там серп, коса. Так, она указывает, что что-то должно быть разрезано, разделено, проколото, отрублено. Два каких-то элемента, связанных между собой, мы должны эту связь разрезать. Это просто как пример. Как это может быть? Вот. Император. Мы должны задействовать какие-то мощные силы. Мы должны обратиться к богу-отцу. Или мы должны обратиться к верховному богу-пантеону, с которым человек работает. Ну, например, к Зевсу. Или Перуну. Или Одину. То есть, они как раз все попадают в карту императора. То есть, каждая карта, это мой ключ. Ключ к магической технике. И сама по себе является магическим инструментом. То есть, я хочу повысить свою привлекательность. То есть, мне не хватает привлекательности. Допустим, я иду на собеседование, или я иду на свидание. И я хочу выглядеть лучше. Я беру с собой карту влюбленную. Что значит, беру с собой? Вытягиваете из колодок карту и идете с ней? Я должен с ней сделать определенные операции. Условно, зарядить ее магической энергией, чтобы она начала работать. Как некое излучение, которое меняет ситуацию, влияет на ситуацию. Все, да, я беру эту карту, я кладу ее в себе в карман, кошелек, бумажник. После того, как я ее зарядил, иду, и все хорошо. Ну, или не все хорошо. Если я плохо зарядил, не ту карту взял, не подумал своей головой. И, конечно, сделал себе сюрприз. Но не самое веселое. То есть, если вернуться к той ситуации, которую вы только что рассказали, к вам пришел человек и... Вы ему сказали, ищите женщину. А вы не можете снять. То есть, имелается в виду вот что. То есть, вы сделали расклад. Этот расклад что-то показал о том, что действительно это было... Какое-то влияние было против него совершено. А вы не можете снять это с точки зрения... Я не могу снять. Я могу снять. Но мои затраты энергии будут выше, а результат будет хуже, чем если это будет делать женщина. У него это получится легче и лучше. Да. Ну, как в том анекдоте. Папа мог, но бык лучше. Да. Да. Так вот, скажите, вы тут имеете в виду что? С точки зрения Таро вы могли бы снять вот эту проблему? Или с точки зрения магии, которой вы занимаетесь и занимались еще даже до того, как узнали Таро? Нет, смотрите, вот вы приходите ко мне и говорите, сделай мне магию. Ну, мы предположим, что мы посмотрели, все, никакой проблемы, можно магию делать. Я задаю два вопроса. Вопрос первый. Физически я могу это сделать? То есть, достаточно ли у меня знаний, умений, опыта, понимания проблемы и так далее? Да, достаточно. И второй вопрос. То есть, могу. Это предполагает, вот в английском есть или в немецком есть модальная глагола, да? I can, I will, там, а еще там как-нибудь. А в русском нету, там, есть одно могу и все, и обходись им как хочешь. То есть, могу ли я это сделать? То есть, имели я физическую возможность? И второй момент. Могу ли я это сделать? Имели я разрешение это делать? То есть, будет ли это оправдано, мое личное вмешательство в эту ситуацию? Если у меня выпадает, что мое вмешательство не оправдано, я не возьмусь ни за какие деньги это делать. Мне хватило пары уроков. Одного не хватило, пары хватило. Я не буду за это браться просто. То есть, иди куда хочешь, делай, что хочешь, ищи кого хочешь, но я это делать не буду. Несмотря на то, что я могу это сделать. Вот я этот вопрос как раз таки, я понимаю, что если вы не захотите, то вы и не будете делать это все. Тут даже дело не в том, что захочу, я могу хотеть это сделать. Мне может быть интересна эта проблема, интересна эта техника. Но я просто вижу, что мне от этого хорошо не будет. Я понял вас. У меня к вам вопрос, собственно говоря, может быть и другой был. То есть, вы обладаете способностью все-таки совершить какое-то магическое действие? Ну, навыками, скажем. Навыками, да. То есть, к Таро это имеет отношение? Косвенное, прямое? Или это комбинация ваших навыков? Вот как говорил Кроули. Мне очень нравится эта концепция, как он описывал. Значит, вот смотрите, мы работаем. Нельзя быть хорошим магом и хорошим Тароом. Ну, он, конечно, чуть-чуть говорил неправду, потому что можно быть и хорошим магом, и хорошим Тароом. В чем разница между магией и Таро? Таро это гадание. В Таро я все события, которым предстоит произойти, которые уже произошли, я их рассматриваю как произошедшие. И это дает мне возможность получить информацию о них. Я могу увидеть, как они уже якобы произошли. То есть, вы меня спрашиваете, как произойдет там нечто? Случится ли вот это? Но для меня, вернее и для карт, это события уже случившиеся. И я его описываю, как будто оно уже было. Что такое магия? Магия рассматривает события, как любое, в том числе и то, которое уже было. Как события, которому только предстоит сделать. И, соответственно, делая магию сейчас, я влияю на то, что было раньше, я влияю на то, что будет. То есть, нет времени, нет пространства. Один из принципов цигун. Нет времени. Я могу туда вернуться и сделать там, и сегодня это отразится. Таро не является однозначно, напрямую, четко там и так далее, связанным с магией. Это одна из возможностей его применения. Но вообще, Таро предназначен не столько для магии, сколько для гадания. Это, я не знаю, это как второе предназначение Таро. Другой способ его использования. Так же, как Таро использует психолог. Я как раз сегодня был, так получилось, был в гостях у дамы, однофамилица, Ольга Савченко. Живем в одном городе. Она занимается психологическими трансформационными играми. И одна из игр у нее как раз связана с Таро, построена с Таро. Вот там вообще не используется Таро как такое, как гадание. Там просто используется ее принцип. Принцип архетипов, принцип смысла, значения. И проблема, которая у вас есть, она вскрывается. И вы получаете решение, вы получаете, что можно с этим сделать, как это можно исправить, изменить. Но если у вас есть какой-то запрос. Но это не Таро как таковое, не гадание. Это просто другой способ использования Таро. Можно и так его использовать. Но все-таки основное его предназначение, мое личное мнение, основное его предназначение это гадание. Хорошо, допустим, это гадание. Но вот вы сказали фразу, которая мне может быть не совсем понятна. Вы сказали, вы рассматриваете ситуацию как уже совершенную ситуацию. То есть вы для себя это рассматриваете, что ситуация совершилась? Я вас спрашиваю вот такой вопрос. У меня через неделю будет мероприятие. Будет ли оно успешным или нет? Надо ли мне в него вообще входить или нет? Оно только будет. А вы мне отвечаете, вот только что вы сказали, вы для себя это рассматриваете? Нет, это не я для себя рассматриваю. Это, я так понимаю, как парадоксы вот этой времени. То есть когда я гадаю, любое событие, о котором я гадаю, оно считается уже произошедшим. И это дает мне возможность получить о нем информацию. То есть я как будто бы смотрю назад. Это гадание. Когда я смотрю вперед, как это будет, как это сделать, это уже магия. Я делаю это сегодня. Сегодняшний мой поступок формирует завтрашнее событие. Ну, на самом деле тут противоречий нет. Это просто у себя в голове трудно перевернуть, поскольку мы привыкли к тому, что есть прошлое, настоящее и будущее. Но если есть прошлое, то есть и будущее, есть будущее, есть и прошлое. То есть есть слой, считается как бы такой эфирный слой, который называется Акаши. И вот мы на эту тему беседуем с другими людьми, тоже достаточно интересными. И был такой Эдгар Кейси, я все время вспоминаю, американец, который входил, его называли спящим пророком, он входил в этот слой. И он видел будущее, которое для него, естественно, уже было, ну, так сказать, уже так оно произошло. То, что вы сейчас описываете. В то же время он видел прошлое в этом слое, прошлой жизни и все. У меня к вам такой вопрос. Скажите, а вы можете видеть, ну, неважно уже, в Таро это видит, или как вы, навыки Таро или магии, вы можете видеть причину, почему что-то случилось не так, как человек планировал, или, допустим, болезнь какая-то? Я вообще ничего не вижу. Ну, не вы видите. Я вообще ничего не вижу. Вы задаете вопрос. Вы только меня видите, который задает вопрос. Плевать, какой вопрос вы зададите. Мне абсолютно это без разницы. Можно ли видеть. Вы задаете вопрос. Я раскладываю карты. Я нахожу ответ. Или не нахожу ответ. Если я не нахожу ответ, я говорю, я не вижу, я не понимаю, что говорят карты. Или давайте другой вопрос. Или давайте в другое время. Или давайте как-то по-другому это все сделаем. Но на этот вопрос я не нахожу ответа. Вы говорите, хорошо, давай посмотрим чуть-чуть иначе. И мы его находим. Или не находим. И снова переформулируем. или вы приходите через неделю, и вдруг все читается, все понятно. Абсолютно не имеет значения, какой вопрос вы задаете, о чем вы его задаете, это совершенно не важно. Важно только одно, что нужно вообще для гадания. Человек, который задает вопрос, человек, который читает карты, и собственно карты, больше ничего не нужно. А вопрос, который вы задаете, может быть абсолютно любым. Хорошо, а есть такая техника, если можно так выразиться, который используется в ведической астрологии, Джотиш, когда по вопросу задаваемому астролог говорит, уже знает ответ. То есть по характеру вопроса он уже отвечает так, как оно уже должно быть. Ну, тут есть момент, я не знаю, как они там работают, я ничего не знаю, я ничего не хочу знать. Я сознательно ухожу от ясновидения и всяких вот таких способов получения информации, я работаю только с картами. Я пришел к выводу, что это намного безопаснее и для меня, и для клиента, потому что ясновидение это процесс, который плохо контролируется. Я не знаю, что я вижу. Я не знаю, откуда берутся эти видения. Когда у меня ложатся карты, я могу сказать, вот у меня выпала эта карта, она значит то-то, значит я должен сделать такой-то вывод, что да, все будет хорошо, нет, все будет плохо, все. А здесь, вот я увидел, у меня была ситуация, я вам просто расскажу такую забавную историю. Да, была ситуация. Я открыл середной гадательный кабинет и пригласил своего товарища туда работать, двоих пригласил. Один с радостью согласился, им все сказал, не вопрос, Серега, отличная идея, давай работать, все. И мы несколько лет с ним прекрасно проработали. А второй напрягся, вот, и напрягся еще у него там его родственница, сказала, нет, я вижу там все будет плохо, ты не должен там работать, все будет ужасно. И он отказался там работать. Я так и не узнал, что было бы ужасного, потому что на самом-то деле ничего ужасного не было. У нас было очень удачное коммерческое предприятие, мы хорошо работали, никакого напряжения у нас там не было, и закрыли мы его не потому, что оно разорилось, а потому что появились более интересные проекты. Вот и все. Поэтому вот то, что ты видишь, ты его не контролируешь, ты не можешь его проверить, ты не знаешь, что ты видишь и откуда берется это видение. Поэтому я предпочитаю работать с картами. Вот карта у меня есть, вот они посредник между мной и человеком, вот они посредник между мной и высшими силами, которые дают ответы. И я этой ситуацией очень доволен. Я ничего не хочу видеть. Понятно. Скажите, ну, Таро, оно как-то трансформировалось, оно развивалось. Но много сейчас возникло разных и колод, и разных... Ну да. То есть, интерпретации карты изменились. Где-то кто-то вносит свои исправления. И хочется оторвать ручки за такие исправления. Да, так вот, где найти ту самую сремяшную, так сказать, правду, чтобы не надо было с косой вот это все отрезать? Ну, вот возьмем, допустим, чтобы легче было, возьмем мага. С одной стороны он маг, а с другой стороны он фокусник. С другой стороны он какой-то... Хотя это, наверное, то же самое, как... Вот можно разной интерпретации дать это. Выпала карта. У нас интересный, на самом деле, вопрос. Такой сложный. Ну, то есть, можно, конечно, очень просто там буркнуть что-то и все. Но, на самом деле, вопрос очень интересный и сложный. Во-первых, у нас Таро состоит из трех частей. Старшие арканы, ситуационная карта и придворная карта. И это как пласты истории. Как археологические слои. Где-то они перемешаны. Где-то они отдельно лежат. Где-то мы можем мыслить. Что вот в эту эпоху у нас жили динозавры. А в эту эпоху у нас жили там... Уже начали жить протонелекопитающие. А в эту эпоху там еще кто-то у нас начал жить. Вот карты, сам корпус значения, само развитие карты, оно было неоднородно по времени. Старшие арканы сформировались, устойчивое значение, устойчивые модели карт и так далее. Уже к середине 19 века они застыли. Они просто фактически перестали развиваться. То есть все остальное, чтобы было, это какие-то там незначительные уточнения, улучшения, но не более того. Ситуационные карты начали, в общем-то, получили свой корпус значений в начале 19, в начале 20 века. Это Уэйд сделал. Вот он их заложил. А придурные карты... Проясните, пожалуйста, ситуационные карты... единицы до десятки. Двойка, тройка, пятерка и так далее. А придурные карты, они не описаны. Пальты, дамы, пажи, да? Да, пажи, дама, короли. То есть я мог бы сказать, что я фактически единственный второй, кто видит систему у них. Но это было бы немножечко нескромно. Но часто у меня возникает именно такое ощущение, что вот то, как я соотнес придурные типы, придурные карты это как раз и дало эту систему, которая позволяет объяснить придурные карты, понять. А мне кажется, что придурные карты это самая сложная часть карт. Сложнее, чем даже, чем старшие арканы. Поэтому вот у нас есть, ну вот если бы мы говорили о языке, да, у нас есть иероглифы, которые вот древних, клинопись какая-то, это вот уровень старших арканов. У нас есть там иероглифы, иероглифы, гематическое письмо, ну пусть будет, этот самый, скоропись такая, этих иероглифов, как в том же древнем Египте было, это были ситуационные карты, и уже алфавит, старшие арканы, эти самые, старшие придурные карты. То есть они очень неоднородные, они очень неодинаковые по своему составу. Если мы возьмем исторические значения и проанализируем, это работа делалась, это делал Джеймс Ревак, если ничего не путаю, но его сайт, к сожалению, закрылся, потрясающий был сайт, со множеством полезной и чудесной информации, я скопировал все, что смог и пользуюсь этим. в отношении он закрылся? Я не знаю. Я не знаю. То есть кому-то это не надо было? Не знаю вообще. Может ему надоело, может он заболел и умер, может, не знаю, почему это произошло. Просто в один из дней я захожу на сайт, все, и мне пишут, что сайта нет. Ну хорошо, есть там веб-архивы, которые можно восстановить это все дело, все, что я смог восстановить, восстановил. Он там проанализировал и взял значение ЭТЛА, которое предложил Мазерса и в ЭТА, и просмотрел, кто у кого что позаимствовал. Выделил это разным цветом. Очень красиво, очень наглядно, кстати, получается. Больше 50 значений, 50% значений, которые сегодня используются, так или иначе восходят значениям, которые предложил ЭТЛА, француз, который, собственно, и заложил основу гадательного Таро. Собственно, с него все началось. Это первый автор, от которого мы можем четко сказать, вот с него начинается письменная история Таро. ЭТЛА, конец 18 века, начало французской революции и так далее. Вот. И мы отслеживаем эти значения. Потом мы берем, ну, допустим, по тем же старшим арканам, мы можем взять Левия, Липаса Левия, мы можем взять Папиуса, Вирса, там достаточно большая школа. А по младшим значениям, по младшим арканам, далеко не так много, кого можно почитать и на кого можно опереться. Но все равно, то есть мы читаем одного, второго, третьего, четвертого и сводим это все до кучки. У нас получается то, что я назвал семантическое дро и семантическое поле. И обычно у него главное значение карты. Наиболее часто встречающееся значение. Вот ваш язык, вот вы, лично вы, Михаил. У вас есть слова, которые вы употребляете часто, да? С высокой частотностью. А есть слова, которые вы употребляете раз в пятилетку. В лучшем случае. А есть, которые вы знаете, но у вас их нет. Ну, например, гидроэлектростанция. Я употребляю достаточно редко, там, раз в пятилетку. Вы правы. Да. Но, тем не менее, оно есть в вашем словарном запасе. То есть, вот мы сделали такую частотность. Мы вышли, не яблочный. То есть, реально я говорю сейчас о том, что я делаю в последний год, чем я занимаюсь. Я вышли, не вот эти ядра. Ядерное значение, так называемое. Мне, конечно, очень тяжело, что я не лингвист, не филолог. Но, к счастью, у меня есть друзья, помощники, которые мне помогают, кандидаты наук, именно филологи, которые вот с увлечением взяли за это работу. Им интересно. Вот я могу говорить, что я выделил это ядро в значении, которое является базовым для этой карты. Отсюда у меня появляется механизм. Я могу, читая книгу другого автора, я могу сказать, что он предложил совершенно свои значения, которые с вот этим базовым ядром не пересекаются никак. Я не говорю, что это не термо, но то, что он сделал, оно не совпадает с классическими представлениями. Пусть это будет не термо, пусть это будет квази термо, пусть как угодно это будет называться. Просто мы можем спокойно сказать, что это нечто новое. Вот как есть русский язык, а потом человек думает, да ну, зачем нам русский язык, давайте сделаем эсперанто. Опа, круто, молодец, сделал эсперанто. Ну, 40 человек мне там эсперанто говорит. Хорошо, прекрасно. Зачем? Не знаю, пусть будет. Вот точно так же с картами. У меня есть базовые значения. У меня есть, опять-таки, я проанализировал визуальные элементы. То есть, что на карте присутствует, что из карты в карту, из рисунка в рисунок переходит. Почему этот визуальный элемент работает? Почему он должен быть? Какой он несет смысловую нагрузку? Когда у тебя есть эта схема, когда у тебя есть это описание, все. Ну, вот мы возьмем автомобиль. Вот, Михаил, что должно быть в автомобиле? Без чего автомобиль не будет автомобиля? Без человека. Ну, это не то, что вы ждете. Без человека он будет автомобилем. Мотор и... мотор и зажигание? Колеса. Ну, да, колеса. Да, моторы и колеса. Если у нас нет мотора, колес, рулевого... А корпус, это обязательно условие? Нет, не обязательно. Вот и все. Да и человек уже не обязательно, на самом деле. Человек не обязательно. Он без человека, можно там, программу настроил, но поехал куда хочешь. Вот мы вышли, вот то, без чего нельзя обойтись, да, и то, что является там чудесным украшением, то, что просто расширило это дело. Вот точно так же с картой. То есть, мы можем вышли, мы можем сказать, что вот это ядерное значение, базовое значение, там, семантическое ядро карты. А вот это семантическое поле. Семантическое поле ну, если вы секундочку подождете, вот буквально я сейчас вам скажу то, что у меня было вот на днях. Я выбираю себе карту, которую на этой неделе я буду изучать. Вот есть карта четверка мечей, но ее потом можно будет продемонстрировать у Эйта. Там, на надгробе лежит товарищ такой, ему, видимо, хорошо. Но вообще это надгробие, это не товарищ, не живой человек. Вот я сегодня узнал, что это не просто так. Это называется эфигия. Я вам скажу, сброшу это слово. Есть статья в Википедии. Эфигия. Эфигия, да, то есть это не просто так. То есть есть слово пофигия, а есть слово эфигия. А есть, да, есть слово. О, я вам не то сбросил, подождите, подождите. И не мне. Ну, это уже да. Да. Так, что там это не то делаем? Ну, вы мне сбросите потом, а сейчас вы расскажите. Да, 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 вот. То есть, это специальный термин, который у нас есть, который, все, это расширило мое представление о карте. То есть, я это видел, я не знал, как это называется. То есть, до сегодняшнего дня вы этого не знали? До сегодняшнего дня я видел это, что это надгробие, я читал об английских рыцарях, о том, что из известняка их вырезали, и это сейчас позволяет изучать доспехи, в которые они были одеты. Но я не знал этот термин. Все, теперь этот термин вошел в семантическое поле карты. И это открытие, которое происходит ежедневно. То есть, ты читаешь, ты думаешь, ты что-то находишь. Ну вот, какой-то автор написал книгу Патероли. Я ее прочитал. Я оттуда, может быть, взял одно слово, одну идею. Но эта идея вошла в семантическое поле какой-то карты. Мое представление о карте расширилось. То есть, получается как? Вот четверка мечей, которую вы встречали за 25 лет или больше, вы встречали много раз и интерпретировали. Сейчас для вас расширилось значение вот этой четверки мечей. Правильно? Да, я его дополнил. Я внес еще одно слово в это семантическое поле. Понятно. Сергей, я знаю, что у вас уже достаточно поздно в том регионе, в котором вы находитесь. У меня к вам вот такой вопрос. Тут нескончаемая тема и это очень интересно. Видите, мы сейчас не гадаем. Хотя очень хочется мне вам задать вопрос. Очень хочется. В следующий раз. Да, в следующий раз, да. Или вне эфира. Так вот, скажите, вы для себя лично вашей жизни от Таро, это мы с вами уже много раз на эту тему говорили. Вот вы недавно ходили, вы мне сказали изучать или заниматься цигуном. Перед тем, как туда пойти, вы сделали расклад? Надо ли мне это вообще? Надо ли мне туда идти? Знаете, я сделал расклад? Да, я сделал расклад. То есть, вы делаете прежде, чем куда-то пойти? Нет, 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 нет. В русской школе Таро, которую я представляю, есть такая воскресная школа. Я делаю там расклады, выкладываю их туда, ученики пишут свои ответы, потом я даю правильные ответы. Вот, но это проблема, что выложить, да? То есть, не будешь все подряд там... Я сделал свой расклад, в смысле, на себя. Вот я еду заниматься цигун. Как оно будет? Как у меня сложатся отношения с тренером? Что я получу от этих занятий? И так далее. То есть, вам выпало какие-то определенные карты? Я сделал расклад не потому, что я там боялся ехать или хотел это узнать, а просто потому, что мне нужно было сделать задание на урок очередной для воскресной школы. Это в данном случае. А если у вас есть какая-то... Вот как мне, вот мой знакомый, который присутствовал в нашем радиокомнате в нашей и задавал вам вопрос. Вот он сейчас поехал, я с ним сегодня разговаривал, он поехал в город Майами. На юга, так сказать. И он говорит, у меня судьбоносная встреча там должна состояться. Как вы считаете, ему надо вот вслепую туда ехать на эту судьбоносную встречу или надо было бы, может быть, как-то проконсультироваться или даже самому? Он как-то разбирается немножко в этом. Здесь, вы знаете, здесь нет четкого момента. У меня есть ситуация, когда я все понимаю. То есть, для меня нет там тайны, нет ничего, никаких напряжений. Я иду, делаю свое дело, получаю, в общем-то, запланированные результаты или ожидаемые результаты, или еще как-нибудь. А бывают ситуации, когда я не понимаю, что происходит. Мне непонятно поведение других людей, мне непонятно, какие силы замешаны в этой истории. Вот тогда я обязательно сделаю расклад. Логично. Ну, хорошо, тогда, дорогие друзья, у меня будет, я потом расскажу, конечно, у меня будет вне эфира вопрос Сергея. Ну, а в эфире все-таки я хочу поблагодарить Сергея Савченко за очень интересную беседу о Таро. Видите, мы не гадали, поскольку гадание это дело, ну, так сказать, непонятное для многих наших радиослушателей. Гораздо действительно интереснее поговорить. У меня миллион вопросов, вообще-то говоря, можно задавать и по картам, и не только по картам, и по системам, и так далее. Ну, мы будем продолжать наши программы. И эти программы, я хочу просто напомнить, идут у нас по средам. 12 часов в город Чикаго, час дня на восточном побережье и 10 часов утра на западном побережье. В Москве в это время 8 часов вечера уже по средам. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Ну, и я сегодня беседовал с помощником Сергея Савченко, он об этом не знает, о том, я студент, все-таки студент школы, русской школы Таро, и мы как раз беседовали с удивлением, я узнал то, чего мне надо было знать значительно раньше, но это все равно очень интересно, поэтому приглашаю, так сказать, присоединиться ко мне для того, чтобы изучить Таро, не потому что стать, возможно, там, Тарологом, хотя и это не может быть какого-то цели. Это хорошее дело, но хотя бы для того, чтобы проверить какие-то свои судьбоносные встречи. Они действительно будут судьбоносными или нет. Сергей, спасибо вам большое. Спасибо вам, Михаил. Дорогие друзья, до новых встреч в эфире. Ну, мы встречаемся завтра. Завтра у нас рабочий день, естественно, и об этом вы можете узнать на Facebook SunGate Radio или www.sungateradio.com Там есть вся информация о наших встречах. Спасибо еще раз. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»